дорогие друзья сегодня видео будет о моей татуировки но я не могу удержаться чтобы не показать вам вот такую красивую розочку или шиповник я специально вышла на улицу думаю но хочется показать вам как все цветет в австралии такой красивый куст потому что снимать видео дома не очень интересно и вот думаю куда бы мне сесть так чтобы видно было и меня и мою татуировку немножко зелени сейчас еще сейчас покажу еще одну розу такая красивая смотрите по сравнению с моей рукой она уже увядает но это не первый а я тут еще не раскрылась вот серединочка ну-ка ну парфюма нет но все равно очень красиво а это здесь герань тем кто любит герань а вот так цветет смотрите какие колокольчики красиво фукси а вот еще какая роза я уже это все показывала потому что это красиво я удержаться конечно не могу чтобы не показать еще раз такая интересная розочка на одном кустике вот может быть однотонной бордовая такая бархатная совершенно однотонной может быть желтая может быть полосатая вот такая розочка я думаю она многим тоже известно но красивенькая ну что давай скажем всем еще раз привет скажем спасибо всем кто нам передал теплые слова благодарности и поддержки максику я имею ввиду потому что максик у нас максика была операция недели три назад ему удалили 18 зубов и у нас всего осталось два зуба теперь мамочка ему варится мамочка ему все протирает сухой пищу мы не едим или очень многие нам писали слова поддержки язычок у нас вот так щас высовывается наружу иди сюда язычок все время как я свой день язычок я ему постоянно напоминаю чтобы он заправлял учетом инсайд вот как красивый наш на моего конечно все равно любим максику почти 10 лет давайте перейдем к основной теме которую я хочу сегодня раскрыть это тело называется моя татуировка татуировку на моей руке и расскажу что с этим связано и как вообще на меня появилась татуировку я хотела уже достаточно давно мне татуировки нравились мне нравятся и цветные татуировки и просто черные татуировки я всегда думала и мечтала как бы сделать какую сделать какой величины какого размера и где ее сделать и как-то все так было меня это в планах теперь я приехала в россии в отпуск и разговор зашел за татуировки и у меня между мной был настрой моя сестра моя племянница и я меня такая возникла идея говорю девчонки давайте сделаем одинаковые татуировки на руке наверное и это будет память и это как-то интересно и это будет было в канун моего юбилея в канун моего дня рождения это был сентябрь моя идея понравилась племянница начала искать нам тату мастера мы нашли вернее мариночка нашла очень хорошего молодого тату мастера ее зовут диана диана и ваш кевич и я была первая кто поехал делать татуировку общими так на общем скажем нашем собрании втроем мы почему-то склонились к тому что это будет будет что-то написано каждый стал думать чтобы он хотел видеть и чтобы он хотел написать на своем теле так чтобы это было близко чтобы это было созвучно чтобы это было правильно и чтобы это было гармонично с каждым из нас первое что я сделала я это было надпись которая появилась первой на моей руке то что вы видите сверху my dreams come true то есть мои мечты сбываются было совершенно не больно татуировка это заняла буквально надпись может быть я не знаю может быть час честно говоря я даже уже и подзабыла может быть час как-то так она мне приятно ну прижилась сразу на моем теле и мне уже хотелось что-то дополнить потому что мне казалось что надпись это достаточно маленькой и мне уже тогда захотелось что-то что-то к этому добавить наверное недели через две обговорив со своим тату мастером обговорив с дианочкой я уже дописала полон юренс все в твоих руках enjoy наслаждайся и вы и роговали мы вот это вот перышко татуировка заживала очень просто никакой коррекции я не делала татуировку мы заклеивали специальной пленкой прозрачные которую нужно было снять господи как же быстро все забывается может быть дня через два такая прозрачная пленка который с которой можно принимать душ водные процедуры и под через два дня эта пленочка снимается и потом регулярно в течение может быть нескольких последующих дней мажется кремом который я тоже забыл как называется но я больше чем уверена каждый вас знает он очень такой известный очень распространенный крем который продается в россии вообще без рецепта больно ли вы нет было совсем не больно иголочка очень маленькая очень тоненькая как волосочек прежде чем прийти на татуировку я прочитала полазила в интернете посмотрела рекомендации что люди говорят о том о своих о своем опыте что нужно спрашивать на что нужно обратить внимание и и выбирая мастера дел татуировку ну все все к чему свелось я спросила делает ли она одноразовыми иголками меняет ли она их ног с каждым клиентом на что она мне позвонила и сказал что да я меняю каждому когда я приходила несколько последующих раз сейчас объясню почему несколько последующих раз она мне даже показывала что в одноразовой упаковке иголка и еще отдельно какой-то носик тоже одноразовые и после процедуры она их выбрасывала так сестра сделала то же самое надпись очень красивую шрифт выбираете рисунок вы выбираете вам мастер подскажет если вы сами не знаете что вы хотите сделать мастер вам всегда поможет выбрать поможет создать композицию или просто выбрать рисунок или надпись на каком части тела на какой части тела вы хотите ее сделать маляриночка моя племянница тоже сделал очень красивую татуировку цветную я ее вставлю сюда в видео мне и вот ее татуировка мне нравится больше всех наших татуировок очень красивая такая модная элегантная но ее татуировку ей пришлось делать коррекцию ее татуировка под пленкой мокла очень сильно первые двое суток или сутки и пришлось делать корректировку цена я скажу про цену наверно так цена зависит от времени который мастер тратит для того чтобы создать свой шедевр и от сложности и лучше будет если я скажу что цена начинается ну опять это зависит от того какой мастер вам делает и и и где вы ее делаете от трех тысяч то есть от 50 долларов я думаю и выше от ну конкретно вы должны разговаривать с мастером и он вам объяснит все подробности буду ли я делать еще однозначно буду мне очень нравится цветные татуировки но теперь следующий приезд в россию и обязательно пойду к дианочке потому что она нам очень понравилось она делает очень аккуратно она очень добросовестно относится она очень приятный собеседник у нее все вы знаете вот аккуратный чистого бывает так доверяешь человеку она приклеивает одноразовую простыночку на которую выложить из кресла вы одеваете бахилы она одевать маску если нужно одеть маску она делает что-то близко с с лицом вы одеваете шапочку для того чтобы волосы не мешались но какие-то вот эти все нюансы очень располагают и очень оставляет приятное впечатление еще одну татуировку которую я делала это было это был татуаж губ который назывался контур контур с растушевкой то есть делались делался контур и полностью губы на губах делалось татуировка вот татуировка на губах не очень прижилась на мне я ее делала три раза в течение этих двух месяцев и получалось следующее мы делаем татуировку на вторые сутки тут губы начинают шелушиться и же вместе шелухой сходит весь цвет вот так мы делали три раза мы меняли цвет она набивала плотно от светлого цвета мы перешли вообще в очень яркий и темный чтобы хоть что-то осталось но практически вот если не будет помада сейчас меня на губах блеск такая светлой помады если не будет помады то на губах практически ничего не остается я это связываю с особенностью моего организма и ни с чем иным контур и форму губов дианочка сделала очень красиво очень ответственно она к этому подошла и каждый раз вот эти три раза делала с полной самоотдачей татуировка губы занимала два часа в общей сложности два с половиной потому что наносится обезболивающий крем губы вот губы делать очень больно поэтому я могу предупредить сразу те кто думает делать татуировку губ или на губах это очень больно поэтому ищите мастер который делает с обезболивающим иначе это просто не выдержит такая это боль а с обезболивающим кремом это про проходит совершенно мы практически безболезненно и неприятных ощущений практически не остается после того как делать татуировку сделано татуировка губы смазываются особым вазелином который помогает вам доехать домой и дома первые сутки вы смазываете дихлор гексидин да если я правильно это говорю такая жидкость которая дезинфицирует губы а вечером во вторых через сутки вечером вы начинаете мазать кремом те же тем же кремом что который мажется и вот эта татуировка татуаж на лице делается отличным пигментом от татуажа от пигмента которым делается татуаж на теле это специальный пигмент который не так быстро выводится организмом и я наверное не смогу объяснить я знаю лишь одно что это совсем другие краски чем те которыми делают татуировки на теле поэтому вы тоже должны быть очень осторожны и должны знать и ваш мастер должен знать которому вы идете что краски которыми пользуются для татуировки на лице в корне отличается от красок которыми делается татуировка на теле когда я была первой из нас троих кто сделал татуировку после меня поехала сестра и последний раз последний была мариночка в это время это не специально но так сложилось сестры муж уехал на рыбалку на волгу на по-моему 10 дней чуть больше и в это время как раз вот мы все втроем сказать с каким-то периодом времени каждый из нас сделал татуировку и я конечно больше всего в тот момент переживала вот за мужа своей сестры вернее за себя потому что получается так только муж за порог приехала марина из австралии и муж вернул сестры с рыбалки и мы все в татуировках и думаю сейчас я даже не знаю что будет я не никогда в такой ситуации не была и никаких особо у нас конфликтов с ним не было но в этот раз я переживала не знал как он на это реагирует и что можно подумать и как это вообще можно может произойти хотя хотя мне сестра уверяла что все будет в порядке переживать не нужно и он не будет но скандала никакого не будет и меня обвинять нибудь но мне был честно хочу сказать мне было очень не по себе и и когда он приехал атака на ему показал свою татуировку он как-то так вздохнул и особо ничего не говорила она говорит ну вот видишь но я себе думаю но ты женат и показала и ладно думам нет я говорить ничего не буду показывать тебе не буду ну конечно далеко здесь не спрячешь он как-то мимо проходил в россии тепло дома мы все с коротким рукавом в майках он конечно увидел он только сказал и ты тоже вроде сделала вздохнул на этом все но из остальных наших нет я так скажу вообще было два человека кого я не побаивалась но так немножечко мне не очень хотелось показывать татуировку говорит что я ее сделала я больше чем уверена вы сейчас каждый из вас скажете о это был марк я вас уверяю что это был не марк марк знал о том что мне хотел статуировку мы с ним несколько раз про это говорили я знала что он спокойно к этому отнесется я за него совершенно переживал был два человека первый человек это моя мама и второй человек это моя подружка марина которую вы все знаете марин маквей который здесь живет со мной в австралии мой говоря про маму я пошла к маме с длинными рукавами мама ничего не видела затем у нее была сестра и у сестры она увидела надпись и маме надпись понравилось она лишь посмотрела и сказал как красиво написано какой красивый шрифт но главный ошибок здесь нет так как она учитель там вышла посмотреть с кем я разговариваю так что мне сестра говорит иди не бойся маме нравится все равно мне было очень неловко очень как-то не по себе потому что наша мама хиппи не было и она из того поколения когда татуировки были у людей которые связаны каким тем или иным образом с криминальным миром это сейчас все поменялся сейчас татуировки считать дань моде но наша мама на удивление вот если бы мне сказали по и попросили меня сделать пари то я бы сказал да маме не понравится дай голову на отсечение и руку то есть я бы лишилась или головы или руки если бы я поспорила когда мама увидел мою татуировку она тоже посмотрела сказал ой как красиво меня это удивило еще больше ну и на этом как-то вопрос татуировкой с мамой был исчерпан подружки своей я не говорил до последнего когда я только приехала сюда и мы с ней встретились на ланч у меня здесь дома я и призналась показала ну мариночка глубоко воспитанный человек приняла это с достоинством сказала вздохнулась сказала ну ты знаешь мое мнение по этому поводу но на этом все так у меня отлегло с души то есть те люди за кого я переживала так-то все восприняли спокойно ну конечно вот история с мужем моей сестры это было очень смешно то есть я переживала переживала думаю как бы не внести раздор в семью потому что действительно получается так что ни сном ни духом муж уехал на рыбалку приезжает все в татуировках включая его дочь и и жена и я вот это из веселых историй надо делать или не надо делать это решать каждому из вас это лишь состояние души это лишь состояние то состояние в котором вы будете чувствовать себя комфортно они просто отдавают дань какой-то моде поэтому вы должны быть в ладу с собой вы должны быть такой гармонии что ли с собой вот если вам комфортно вы чувствуете этим это ваши даже не зависит от того сколько вам лет вы вы должны делать то что вам хочется делать потому что жизнь одна и она проходит я вас уверяю очень и очень быстро но на сегодня я наверное с вами попрощаюсь день так у нас разгулялся такой зеленый солнечный я поэтому сел сейчас на балкончике показать за своей спиной а с утра у нас бывает холодно утром просыпаемся у нас 14-15 градусов достаточно приятно достаточно холодно передаю особый привет дианочки дашкевич привет моя хорошая она очень приятная женщина молодая очень талантливая и я больше чем уверена следующий раз когда я приеду в пензу я уже заранее запишусь к ней на прием я уже знаю что я хочу делать я уже знаю где я хочу делать и это лишь только время следующий мой приезд в пензу я обязательно посещу своего тату мастера но сейчас желаю вам всем всего доброго а 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